Сегодня белореченские студенты сдавали нормы комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках студенческой спартакиады. В этот раз ребята проходили тесты не ради получения знаков ГТО, а для того, чтобы заработать новый кубок для команды своего учебного заведения. Кому это удалось, расскажем в рубрике «Новости спорта». Сегодня на стадионе «Химик» студенты пяти учебных заведений испытали свои силы, пройдя три теста комплекса ГТО. Такая оценка общего физического развития молодых спортсменов стала одним из этапов студенческой спартакиады, которая проходит в нашем районе с начала года. Команды из двух девушек и двух юношей пробежались на метровую дистанцию, затем соревновались в прыжках с места в длину и подъеме туловища из положения лежа. В этих испытаниях ребята попытались выложиться на максимум возможностей, а некоторые участники еще и узнали, над какими упражнениями им стоит поработать. Для участия в каждом из соревнований Олимпиады отбираются свои команды, в которые входят лучшие в этих видах спорта студенты белореченских учебных заведений. Поэтому в целом все команды показали на испытаниях достойные результаты. По итогам состязаний третье место заняла команда медицинского колледжа. Серебро заслужили ребята из индустриально-технологического техникума, а кубок за первое место получили студенты Краснодарского кооперативного техникума. Илья Никитенко, Новости спорта.